МОЛОДЫХ ЭКСПЕРТОВ Молодых предпринимателей, политиков, общественных деятелей, ученых и журналистов из Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Афганистана, Ирана и Сирии приветствовал губернатор Омской области Виктор Назаров. Наша задача сегодня вовлечении молодежи в процессы интеграции наших стран и вовлечении молодежи в развитие, в том числе и развитие регионов. Нужно сегодня сделать все для того, чтобы молодежь принимала активное участие в развитии любых процессов, которые будут давать эффект для развития и стран, и регионов. Это и экономика, и социальная политика, и молодежные движения. Сегодня молодежи должны встречаться, общаться, обсуждать новые проекты, делать совместные бизнес-программы, которые можно будет реализовывать по их просчету. Поэтому, безусловно, большой пласт работы. И вот на таких форумах эти новые идеи, которые будут здесь сегодня прорабатываться, и мы, конечно же, будем брать их на реализацию и на вооружение. Поэтому задача поставлена, и наша задача, чтобы такие форумы проходили и были на очень высоком уровне проводились. Самое главное нам создать площадку для коммуникации молодежи стран ШОС, потому что молодежь – самая активная часть населения. Если мы на уровне молодежи сейчас будем устраивать теплые, дружественные отношения, то в дальнейшем эти дружественные взаимоотношения перерастут и на более взрослой сфере. Как уже было сказано, одна из задач – это выработать здесь новые идеи, новые точечные представления, для которых могла бы молодежь постоянно коммуницировать, постоянно сотрудничать. На протяжении трех дней участников ожидала насыщенная деловая программа, включающая в себя четыре секции, посвященные развитию молодежной общественной дипломатии на пространстве ШОС, образовательным институтам ШОС, молодежным предпринимательским инициативам и взаимодействию в области масс-медиа. Все секции стали площадками для продуктивного общения и поиска инновационных решений в указанных областях. На самом деле была очень продуктивная беседа, мы целых два часа обсуждали о развитии молодежных медиа стран ШОС. И очень важно, что были очень много дельных предложений. Я надеюсь, что по итогам этого заседания все предложения войдут в резолюцию, и действительно мы вместе сможем создать общее информационное пространство молодых журналистов, сможем повышать их компетенции и сможем распространять ту информацию, которую они генерят у себя в своих странах, на более широкую аудиторию. Кроме того, в рамках форума презентовали несколько значимых проектов. Например, энергетический студенческий бизнес-инкубатор ШОС и Международное молодежно-информационное агентство ШОС. Не менее значимыми событиями встречи стало подписание ряда важных документов, среди которых соглашение о сотрудничестве между руководством Российского союза молодежи и лидером молодежного крыла Жасатан Шахмарданом Баймановым и соглашение о взаимном сотрудничестве с председателем Союза революционной молодежи Сирии, членом Народного собрания Сирии Маэном Абудом. Кроме того, 22 сентября состоялась встреча губернатора Омской области Виктора Назарова с делегацией Сирийской Арабской Республики во главе с председателем Союза революционной молодежи Сирии Маэном Саупхи Абудом, на которой они обсудили вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества. Но даже несмотря на столь насыщенную программу, умещённую всего в три дня, гости успели познакомиться с достопримечательностями нашего города. Большинство иностранных делегатов получили настоящее удовольствие от экскурсий и отметили, что Омск – город красивый, чистый и уютный. Форум был очень интересным, и я рад выступить на нём как представитель Индии. Понравилась насыщенная программа, но больше всего меня заинтересовала секция, посвящённая предпринимательству. Также хочу сказать, что мне было интересно побывать в России, и понравился Омск своей архитектурой и тем, что он не очень густо населён. Во-первых, хочу сказать большое спасибо людям из Омска, которые нас приняли здесь. Они очень доброжелательные и любезные, всегда улыбчивые. И, конечно, поблагодарить организаторов форума, поскольку он стал большим шагом в международной кооперации, в сотрудничестве между странами. Я очень рада участвовать в этом мероприятии, поскольку это уникальная возможность встретить единомышленников из Шанхайской организации сотрудничества, пообщаться с ними, поделиться опытом, обсудить планы дальнейшего сотрудничества. Все иностранные делегаты, прибывшие на форум, не забывали говорить слова благодарности не только главным организаторам мероприятия, но и тем, кто все эти дни был с ними и помогал буквально во всём – активным и отзывчивым омским волонтёрам. Они встречали, сопровождали и провожали гостей, знакомились с представителями других делегаций, помогали общаться с участниками мероприятия и представителями СМИ. Готовы были ответить на любой вопрос и сориентировать их в любой ситуации. Огромное спасибо нашим чудным, волшебным волонтёрам. Они были нашими глазами, ушами, ногами. Ну, мы реально могли бы с ними в любую гору пойти. Это точно. Главными же итогами работы форума стали принятие резолюции, в которую вошли пункты, отражающие комплексные дорожные карты реализации не менее пяти международных совместных проектов и рассмотрение вопросов создания структур межгосударственного инвестирования в развитие науки и инноваций, культурные особенности ведения проектно-программной деятельности на пространстве ШОС. Также в документ было включено предложение Омской области о создании в нашем регионе инженерно-экономического бизнес-инкубатора Шанхайской организации сотрудничества, направленного на развитие молодёжного предпринимательства. Большинством голосов мы приняли резолюцию форума буквально час назад. Конечно же, резолюция форума принималась в таких жарких спорах, дискуссиях, включать ли этот пункт, не включать. Очень много было докладов со стороны ребят, в завершении которых они предлагали сформировать новые рабочие группы по тем или иным направлениям, создать новый программ-проект. Таким образом, мы можем сделать вывод, что ребята действительно были вовлечены в процесс генерации новых идей, генерации новых форматов сотрудничества на пространстве ШОС. Конечно же, следует отметить те проекты, которые мы уже запустили и будем их продолжать реализовывать вместе с нашими партнёрами. Это работа Международного молодёжного информационного агентства ШОС, это работа бизнес-инкубаторов на пространстве ШОС, ну и ряд других. Очень интересный проект по обмену волонтёрами на мероприятия на пространстве ШОС. Все эти проекты имеют место быть, и мы их начинаем реализовывать уже сегодня. Отметим, что Омск в проведении форума дебютировал очень успешно. На закрытии делегации отметили отличную подготовку региона к принятию на своей земле мероприятия такого уровня и поздравили наш город с юбилеем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова